В рабочем посёлке Кузоватого близится к завершению ремонт третьего этажа поликлиники. В первый свой визит в район губернатор Алексей Русских поручил Минздраву выделить дополнительные средства из бюджета на обновление здравницы. Ремонт планируют завершить до конца года, а на него выделили 10,5 миллионов рублей. Сейчас на этаже монтируют систему водоснабжения и канализации. Позже здесь будут принимать терапевты и узкие специалисты. Заработает диагностическое отделение. У нас в этом году также проводится и идет к завершению строительства нового модульного ФАПа в село Кивать. Согласно программе развития сельского здравоохранения. Данный ФАП востребован, потому что ту медицинскую помощь, которую оказывает нынешний ФАП, безусловно, здание очень ветхое и никаким синдромным не соответствует. Еще один вопрос, который удалось решить – ремонт дорог на улицах поселка. Жители улицы Калинина рады. Наконец, сделали пешеходную дорогу, по которой дети ходят в школу. В основном ходим на работу по этому тротуару. Кто на вид, кто в центре. Очень довольны. Эта дорога, особенно вот эта площадка перед домом. Также в поселке строят физкультурно-оздоровительный комплекс. Проблема с ФОКом затянулась на 7 лет. Его должны были сдать еще в прошлом году, но из-за финансовых проблем застройщика сроки сдачи объекта перенесли. В настоящее время ведутся подготовительные работы для начала возведения административно-бытового корпуса. Сдать ФОК планируют к концу следующего лета. Обязательно нужно учесть в бюджете средства заложить на расчеты. И в следующем году мы этот ФОК должны сдать. На самом деле ФОК будет уникальный. Там бассейн большой, малый для детей. И трансформированная площадка для игровых видов спорта. И трехэтажная БК. Там будет и фитнес-центр. Ну, я считаю, он будет один из лучших у нас вообще в Ульяновской области. На встрече с жителями губернатор сразу отметил, вместе с министрами будут регулярно выезжать в районы и общаться с жителями, чтобы напрямую узнавать о проблемах и решать их на месте. В районы выезжать регулярно, потому что отрываться от жизни района, от проблем людей, считаю, это абсолютно неправильно. И руководители моего масштаба это просто делать не должны. Жители также попросили рассмотреть вопрос строительства современного здания для школы номер 3. Сейчас в старом здании функционируют несколько кабинетов, нет столовой, медкабинета и спортзала. Из-за этого ребята учатся по ступенчатой системе обучения. Губернатор дал поручение Министерству просвещения проработать вопрос и подготовить проектно-сметную документацию.